здравствуйте подписчики и гости канала в этом видео рассмотрим расчет и конструирование шнековых устройств шнековые устройства широко применяются в пищевой промышленности в качестве транспортеров питателей дозаторов прессов каждое такое устройство представляет собой цилиндрический кожух внутри которого расположены один или два шнека кожух имеет приемный бункер и специальным образом оформленное выходное отверстие матрица сопло мундштук и тому подобное каждое устройство составляется электродвигателем основными достоинствами шнековых устройств являются компактность незначительная стоимость удобство расположения мест загрузки и выгрузки простота изготовления ухода регулировки загрузки и выгрузки шнеки могут изготавливаться как с непрерывной винтовой поверхностью так и прерывистой винтовая поверхность получается как след от движения образующей вокруг и вдоль некоторой оси винтовая линия описываемая какой-либо точкой образующей называется директрисой или направляющей винтовой поверхностью осевой размер соответствующий подъему производящей точки за один полный оборот это шаг винтовой линии винтовая линия считается правильной если образующая поверхность перемещалась вокруг и вдоль некоторые оси равномерно с постоянной скоростью из опыта работы многих шнековых устройств известно что под действием винтовой поверхности шнека транспортируемый материал движется не параллельно оси а винтообразно с переменной скоростью в осевом и радиальном направлениях в зависимости от расстояния частиц материала до оси шнека и от коэффициента трения и величины угла естественного откоса материала так углы подъема винтовой линии правильной винтовой поверхности шнека изменяются увеличиваясь от периферии к центру шнека осевое перемещение частиц материала расположенных в радиальном направлении будет не одинаковым для практических расчетов достаточно принимать среднее арифметическое значение углов подъема винтовых линий на периферии альфа д большое и у вала альфа д маленькая при этом углы альфа д большое и альфа д малое зависят от шага винтовой линии диаметра витка шнека или его еще называют диаметром пера шнека и диаметра вала шнека шах винтовой линии шнека выбирается равным 0,7 0,8 от диаметра пера шнека снижение перемещения частиц продукта в осевом направлении можно учесть коэффициентом отставания к диаметр вала шнека должен быть большепредельного определяемого по формуле которую вы сейчас видите на экране диаметр вала шнека обычно округляется до ближайшего большего кратного 5 производительность шнекового устройства определяется произведением полезно заполненного одношагового межвиткового объема в пределах плоского угла в один радиан на угловую скорость вращения шнека формулу для расчета производительности вы сейчас видите на экране также на экране представлена расшифровка обозначений входящих в формулу при заданной производительности по этому же уравнению можно определить параметры шнека если же формуемый или прессуемый материал является пластично вязким и обладает адгезией то в качестве коэффициента трения берется коэффициент внутреннего трения определяемый из условия связи частиц между собой при сдвиге слоев материала коэффициент внутреннего трения обычно определяется исходя из угла естественного откоса для получения максимальной производительности шнекового устройства необходимо принимать небольшие значения углов подъема винтовых линий шнека не более 10 градусов в противном случае может произойти отрыв материала от внутренней поверхности корпуса устройства из-за преобладающих винтовых поверхностей шнека между которыми находится продукт для снижения опасности проворачивания транспортируемого материала на внутренней поверхности корпуса устройства устанавливают ребра или делают углубления располагая их в осевом направлении или в направлении винтовой линии площади внутренней цилиндрической поверхности корпуса шнекового устройства и одной стороны поверхности шнекового витка на длине одного шага можно рассчитать по формулам представленным на слайде а крутящий момент на валу шнека и осевое усилие определяется по формулам которые вы сейчас видите на экране максимальное давление может быть задано по технологическому процессу а также определено путем приравнивания удерживающего момента массы материала увлекаемого во вращении рабочими витками шнека крутящему моменту шнека зная крутящий момент на валу шнека и осевое усилие находят соответствующие им нормальные и касательные напряжения в опасном сечении вала шнека в зоне питания по формулам представленным на экране эквивалентное напряжение по теории наибольших касательных напряжений определяют по формуле последний виток шнека выходящий в прессовую камеру находится под действием максимального давления этот виток следует рассчитать на прочность с небольшим допущением один виток можно представить как кольцевую пластинку защемленную по внутреннему контуру в теле вала шнека в этом случае наибольший сгибающий момент на внутреннем контуре такой пластинки выполненные стали будет рассчитываться по формуле представленной на слайде а наибольшее напряжение оно же эквивалентное рассчитается про формуле для сигма n которое равно плюс минус 6 м деленное на дельта в квадрате при этом величина а это отношение диаметров шнека и вала для практических расчетов его принимают в диапазоне от 1,8 до 3 шнеки могут быть литыми точеными сварными и паянами в индивидуальном производстве чаще всего шнеки производят сварными причем винтовую поверхность перо шнека составляют из отдельных элементов вырезанных разомкнутых или вогнутых колец кольцо заготовки витка шнека его схему этого кольца заготовки вы сейчас видите вот в этом углу экрана для изготовления шнека диаметром d большое с заданным диаметром вала d малая и шагом h необходимо выполнить кольца с наружным диаметром d нулевое внутренним диаметром d нулевое малое и разомкнутыми на угол выреза альфа нулевое в начале определяют ширину винтовой поверхности и длины винтовых линий l малое и l большое в пределах одного шага шнека по формулам которые вы сейчас видите на экране затем определяют угол выреза альфа нулевое и наконец диаметры кольца d нулевое большое и d нулевое малое кольца с можно изготавливать также без выреза таких колец заготовок для выполнения шнека заданной длины надо меньше чем колец с углом выреза альфа нулевое поскольку такое кольцо образует винтовую поверхность на длине шнека h' которая рассчитывается по формуле которую вы видите на экране и как видно из этой формулы она несколько больше шага шнека далее мы рассмотрим пример расчета шнека по следующему заданию рассчитать и сконструировать шнек если известная производительность шнекового устройства п большое 0,167 килограмм в секунду максимальное давление п макс равно 150 килопаскаль коэффициент внутреннего трения продукта f малое 0,3 а плотность продукта ро 900 килограмм на кубический метр в данном случае имеется ввиду насыпная плотность продукта в начале мы рассчитываем наружный диаметр шнека d который принимается равным 150 миллиметров а шах h рассчитывается по формуле как 0,8 умножить на 150 тогда шах будет равен 120 миллиметров предельный диаметр вала шнека равен 11 с половиной миллиметром примем диаметр вала шнека равным 50 миллиметров при этом а равно 3 в своих расчетах принимаем диаметр шнека равный ближайшему большему числу кратному 5 угол подъема винтовых линий на внешней стороны шнека и увала рассчитаем по известным зависимостям среднее значение угла подъема винтовых линий витка шнека находится по равенству представленному на слайде площадь поверхности витка шнека на длине одного шага рассчитаем по формуле она также представлена на слайде крутящий момент при двух рабочих витках шнека осевое усилие нормальные касательные напряжения вала и эквивалентное напряжение вала также рассчитаем по известным формулам и представим их на слайде при этом эквивалентное напряжение находится в пределах допускаемого напряжения для материала вала шнека сталь ст 5 принимая коэффициент заполнения равным единице получим угловую скорость шнека равную 8,9 оборотов в минуту теперь определим размеры заготовок витков их число пусть длина шнека равна 720 миллиметра то есть у нас будет 6 витков тогда рассчитаем ширину витков рассчитаем угол выреза в кольце заготовки и диаметры колец при изготовлении кольца заготовки без углового выреза оно расположится на длине шнека определяемой по ранее озвученной формуле и составит 129 с половиной миллиметров количество колец заготовок без углового выреза составит 5,55 штук практически надо сделать 6 колец заготовок на слайде а вы сейчас видите рабочий чертеж шнека по данным расчета для облегчения конструкции шнека вместо сплошного вала можно взять полый например в данном случае можно воспользоваться трубой 50 на 50 на 80 ее масса будет равна 4,4 килограмма а масса сплошного вала 12,3 килограмма нормальное и касательное напряжение полого вала получим подставив данные для расчета в известной формулы а эквивалентное напряжение также рассчитаем и вы сейчас видите эти расчеты на слайде полученное значение напряжения выше ранее найденного для сплошного вала но все равно ниже допускаемого если на трубе предварительно проточить винтовую канавку глубиной пол миллиметра и шириной 6 миллиметров то размеры колец заготовок будут такими как указано на слайде мы с вами рассмотрели расчет шнекового устройства я сделал файл для расчета этих устройств с помощью языка R вы можете скачать этот файл по ссылке в описании особенность языка R то что он может работать с массивами поэтому я сделал такой расчет чтобы в условиях когда вы задаете допустим плотность или угол трения или производительность вы могли задавать несколько возможных вариантов вы можете использовать данный файл по своему усмотрению спасибо вам за внимание за то что досмотрели эту лекцию до конца другие лекции по проектированию машин и аппаратов пищевых производств вы можете найти по ссылке в описании подписывайтесь на канал ставьте колокольчик уведомления чтобы получать уведомления о новых видео поставьте все уведомления желаю вам всяческих успехов и до новых встреч